Я Волошин Юрий Сергеевич. Долгое время дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации, а также иные силовые структуры, а также президента России. Я приношу свои извинения за свою плохую деятельность. Спасибо товарищу майору за то, что эта бутылка находится у меня в руках и не в другом месте. Охранника детского сада во временно оккупированном Крыму жестко задержала полиция. Позже на видео его заставляют повторять текст песни группы Любе, которая активно поддерживает войну России против Украины и благодарить за то, что не изнасиловали. Эти пытки – результат анонимного допроса в телеграм-канале СМЕРШ «Севастополь». Но в целом по России доносчики уже чаще выходят из тени и пишут кляузы открыто. Доходит до абсурда. В Люберсах брат сдал сестру полиции за то, что та читала украинские новости. В интернете она лазила по их сайтам. Чтобы повлиять на сестру и припугнуть, я обратился в полицию. Это сработало. Больше она эти сайты не читает. Также я забрал у нее телефон, компьютер и планшет. Приходили полицейские, составили протокол. С тех пор все хорошо. Виталий – доносчик в комментарии российским СМИ. Такой случай не единичный с начала полномасштабной войны России против Украины. Часто доносы используют, чтобы отомстить. Например, в Подмосковье в прошлом году женщина таким образом пыталась лишить бывшего мужа родительских прав. А на прошлой неделе в Москве мужчина донес на соседей, которые шумели ночью. Но чтобы полиция отреагировала быстрее, заявил, что слышал лозунги «Слава Украине». Война России против Украины разрушает социальные связи россиян. Помимо доносов, родственники судятся друг с другом за выплаты гробовых. Ведь из-за бюрократических сложностей компенсации за смерть оккупантов нередко оказываются у дальних родственников. Деньги на его счету не заморожены. Дядя ими пользуется. Со мной разговаривает агрессивно. Говорит, раз ему перечислили, значит ему положено. И что ему есть, кого вкладываться. И он вообще не понимает, при чем здесь я. Ксения Коваленко, дочь погибшего военного. В комментарии российским СМИ. По словам политологов, такое засилие доносов и заявлений даже между близкими людьми в России – прямой результат выстроенной Кремлем системы пропаганды. Когда мать сдает сына, когда отец вызывает полицию против своей дочери, когда начинают стучать друг на друга, клеветать и при этом пытаться выслужиться в том, кто является большей матерью-героиней, похоронив как можно больше своих детей. Антимораль во всей красе. Российская пропаганда промыла мозги россиянам настолько, что на сегодняшний день мы можем увидеть там не только экономический, но и информационный и культурный лепрозорий. Российскую власть такая ситуация устраивает. Более того, репрессивное законодательство там хотят сделать еще более суровым. Так в Госдуме предложили ужесточить закон об иностранных агентах и ввести ранжирование по степени якобы социальной опасности для каждого фигуранта списка.